Увольнять чиновников при большой разнице между доходами и расходами планируют в Казахстане. В Можилисе рассмотрели в первом чтении законопроект, который предусматривает карьерные санкции для чиновников, чьи расходы превышают официальные доходы. По словам главы антикора Ахмеджанова, предлагаемая норма – основной фундамент системы борьбы с коррупцией. Теперь санкции будут применяться за значительные расхождения расходов и доходов. В случае, если сумма расхождения превысит 3 миллиона тенге, на чиновника будет наложен штраф в размере 90% от суммы расхождения. Но в каждом случае предоставляется возможность объяснить правомерность расходов. Если же сумма расхождения превысит годовой доход госслужащего, то если он не сможет это объяснить, он подлежит увольнению с госслужбы. По отрицательным мотивам, рассказал в Можилисе Ахмеджанов. Принятие рекомендаций Грека и ООН позволит нам присоединиться к этой конвенции. Конвенции по уголовной ответственности за коррупцию. Что это означает? Никто не прячет в Афганистане и Пакистане деньги. Европа, Соединенные Штаты. Если там будут выявлены активы, вот в рамках этого закона, после присоединения, мы имеем полное право истребовать оттуда. То есть на правовых основаниях запросить и ту же недвижимость, тоже другие денежные счета, все это вернуть в государство. По оценкам международных экспертов, 200 миллиардов долларов было вывезено из страны за годы независимости. И не в Европе или США, а в родной для многих казахстанцев Дубае. Нередко наших VIP-персон в иностранных аэропортах не сильно досматривали, потому что дорожка была протоптана. Правда, в мире мало прецедентов, чтобы из офшоров вернули деньги в страну происхождения, говорят юристы. Если говорить о тех гражданах, которые сменили гражданство Казахстана и сейчас являются резидентами других стран, то вернуть их деньги будет практически невозможно. Страны, в которые они вывели деньги, не имеют права их забирать, если они не нарушают их законов, говорят юристы. Помню, в прошлом году по Харгофскому делу нам вернули активы, швейцарский банк. То есть прецеденты есть. Единственное, сейчас вот эта фолузамания, она будет определенным большим прогрессивным шагом именно не за лицом, потому что нам сегодня, когда мы направляем, вы говорите, докажите, что эти финансы каким путем и где незаконно получены. Вот самое главное. А не само лицо, которое привлекается у нас по каким-то статьям, чтобы по политическим, расовым, другим не было гонений. И кроме того, эти же деяния и там должны быть преступным деянием. Уже в кулуарах Мажелиса председатель агентства Ахмеджанов отметил, что прежде чем вернуть вывезенные из страны деньги, нужно доказать, что они заработаны незаконным путем. После январских событий некоторые государства с пониманием, а некоторые с подозрением отнесутся к запросам казахстанских силовых структур о наличии средств на счетах и недвижимости, ограниченном округа лиц. В каждом случае, я же говорю, должны быть правые основания. То есть должно быть уголовное дело, должно быть установлено незаконность, криминал этих денег. После этого только, если обнаружится в другом государстве, Ахмеджанов отметил, что важным этапом в принятии законопроекта станет всеобщее декларирование. Это даст возможность отслеживать всех казахстанцев по наличию имеющегося имущества и денег за рубежом и сверять их с теми данными, которые они будут декларировать в последующем. Бауржанша Ахмед Ахмедярь Ильясов, Столичное бюро ТДК-42